Школа Верхжилина сгорела две недели назад. Тогда каждый житель села пришел помочь в восстановлении здания. Взрослые дети освободили помещение от сгоревших вещей. После этого к работе приступили строители. К сентябрю не успеем, говорили районные власти, но учеба начнется. Планировалось, что за парты сядут в доме музея Адриана Топорова, народного просветителя. Однако Роспотребнадзор и пожарная служба разрешения не дали. Помещение непригодно для организации полноценного учебного процесса. Единственный вариант – ближайшая школа за 20 километров – в Косихе. Администрация района выделила автобусы. Теперь каждое утро для учеников Верхжилинской школы начинается с длительной поездки. Для детей из Верхжилина в Косихинской школе специально выделили второй этаж. За каждым классом закрепили вожатого, который помогает ориентироваться в здании. Найти кабинет, столовую, спортзал. Директор говорит – здесь новичкам рады. Вот объяснили, что сегодня приедут к нам ребята. Мы их должны очень хорошо встретить. Ну, вы знаете, такой позитив. А в Верхжилинской школе тем временем продолжается ремонт. Строители меняют сгоревшие конструкции, ведут отделочные работы. Предстоит замена окон и дверей. Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев лично приехал узнать, какая помощь требуется. Здесь он бывал не раз в ходе рабочих поездок по своему избирательному округу. Борис Александрович, мы сориентировались на Оргтехнику. Мы ее предоставим. А дальше будем смотреть. Я думаю, когда ремонт закончится, уже будем по месту смотреть, что для ребятишек дополнительно надо будет. Мы с вами уже положительный опыт общения имеем. Оргтехнику уже доставили в школу. Александр Прокопьев отметил, что чувствуется единение жителей села, которые сообща восстанавливают здание. Возможно, это благодаря традициям коммуны «Майское утро», которую почти сотни лет назад основал Верхжилина Адриан Топоров. И сейчас люди помогают строителям, чтобы занятия начались как можно раньше. Много людей подходило, когда начнем отмывать, когда начнем восстанавливать. Просто люди, те, которые даже не работают в школе, дети у них уже давно отучились. Строители сообщают, что работы не затянутся. Это значит, что в ближайшее время ученики Верхжилинской школы смогут вернуться в родные стены. Ирина Корчагина, Николай Шилко. Наши новости.